Письмо Иуды Иуда, служитель Иисуса Христа, брат Иакова, приветствует тех, кто призван Богом Отцом жить в Его любви и под защитой Иисуса Христа. Благодать, мир и любовь да будут с вами во всей полноте. Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру, что была раз и навсегда передана святому народу Божьему. Дело в том, что к вам незаметно вкрались некие люди, издавна предназначенные для суда. Они, эти безбожники, искажают весть о милости нашего Бога, толкуя ее как вседозволенности, тем самым отказываются от Иисуса Христа, нашего единственного Владыки и Господа. Я хочу вам напомнить, хотя вы и так все знаете, что Господь, никогда спасший свой народ, выведя его из египетской земли, потом погубил тех из них, кто не поверил. И ангелов, не сохранивших данной им власти и оставивших собственное жилище, он стережет в вечном мраке в цепях ада для суда великого дня. Как и эти ангелы, Содом, Гоморра и окрестные города, такие же распутники и извращенцы, тоже являют собой пример тех, кто получил в возмездие вечный огонь. Однако эти люди подобным образом на основании своих сновидений оскверняют свои тела, власть Господа отвергают и бронят небесные силы. Даже архангел Михаил, споря о теле Моисея с дьяволом, не осмелился осудить его бранными словами и только сказал «пусть Господь тебя укорит». Эти же люди бронят то, чего не понимают, а то, что они, как неразумные животные, понимают благодаря инстинкту, их губит. Горе им. Они пошли путем Каина. Из-за денег они погрязли в заблуждениях Валаама. Восстав как корей, они также погибли. Эти люди, как подводные рифы на ваших трапезах любви. Они сидят за столом без всякого страха. Пастыри, которые пекутся только о себе. Это тучи без дождя, гонимые ветром. Бесплодные деревья, выкорчеванные осенью, дважды умершие. Свирепые волны моря, покрытые грязной пеной их постыдных дел. Блуждающие звезды, которым уготована навеки мрачная тьма. Это о них пророчествовал Енох, седьмой патриарх после Адама, сказавший «Вот пришел Господь, и с ним тысячи тысяч святых его. Суд совершить над всеми. Уличить всех нечестивцев в их нечестивых делах, что они натворили. И в их наглых словах, что сказали о нем нечестивые грешники. Они все время брюжат, жалуются на судьбу, потакают своим желанием, хвастаются собой и льстят другим ради собственной выгоды. А вы, любимые мои, помните то, что предсказали апостолы Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, в последние времена появятся насмешники, готовые во всем потакать своим нечестивым желанием. Они причина расколов, это люди, которыми управляют природные инстинкты, они лишены духа. А вы, любимые мои, созидайте себя святейшей вашей верой, молитесь в единении со святым духом, храните себя в любви Бога, дожидаясь, когда Господь наш Иисус Христос в своей милости дарует нам вечную жизнь. Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая их из огня, к другим же будьте милосердны, но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, скверную от развратной плоти. Тому, кто способен уберечь вас от падения и поставить незапятнанными и ликующими перед лицом своей славы, Единому Богу, спасшему нас через Иисуса Христа, Господа нашего, да будет слава, величие, могущество и власти до начала веков и теперь и вовеки. Аминь. Аминь.